В ТСК еще и новый Фелпс, который не очень успел вписаться в состав. В рамках Димхака выступал достаточно слабенько. Но время проходит, команды начинают готовиться еще больше. И, соответственно, Фелпс должен играть сильнее. Фелпс времени погибает. Фер вместе с Фелпсом убивает и Нафинга, и Шрауда, и Стюит и Кей вместе с Эскадулом. Остаются вдвоем практически мгновенный заход от СК. Гейминг, быстрый раунд на Аплэнд. Пока что удается закрепиться на А-точке. Стюит и Кей, правда, выбил одного из игроков бразильского коллектива. Эскадул все еще держится на девятке. Стюит вырубает Фера, со спины зашел на двери. И Фолан пойдет ставить бомбу на Б-точку. Но у него самого проблемы с ХП 23. Но, с другой стороны, это парень, который умеет думать, что означает то, что он будет передвигаться лучше всех. Фолан в итоге спрятался пока в коротком. Примерно понимает, что как минимум один из оппонентов должен действовать через вентиляцию. Но на пленте у нас уже Скадудл. При этом у него и смог Скадудл становится дефить, но при этом в вентиляции Стюит и Кей делает еще один хэдшот. Он отлично Стюит зашел в спину к команде СК и затащил этот раунд. Быстрый выход на точку А проваливается. И американцы повели в счете. А мы напоминаем, это нюк. Это сильная сторона. Это КТ. Это первая карта. И, в принципе, может быть, кто-то сегодня много-много денег заработает. Верой в команду Cloud9. Ну, чтобы много заработать, надо много поставить. А мне кажется, что никто из здравомыслящих не стал бы прям много кидать на Cloud9. Так, ну, баксов 10, например. Так, Шрауд заходит. Откидывает хэшку на синий. Аутематик откидывает Молотова. Сколько гейминг, ясное дело, будут форсить. Хотя что значит ясное дело? Да, они имели все возможности засейвить в этом раунде, выйти на калаши второй арморы на третьем. Но решили сейчас форсить, в принципе, стэками на таких дистанциях, которые предлагает Данюк реально играть. Ну, и мы видим, что это будет выличный заход через смок. Ну, как быстрый. 25-я секунда, они только начинают заходить. Но они уже, в принципе, в гараже, да, проходят вниз. Поэтому минута 20, и ты, в принципе, можешь разыграть еще здесь любую комбинацию. Стюит окей. Пока в длинном. Играет на чек. Пока лежит, в принципе, ни о чем переживать он не может. Но смок совсем скоро пройдет. Вот, и на него будут выходить целых пять игроков команды SK Gaming. Или четыре. Придает флешка. Стюит окей, ее ловят. Откидывает назад флешку в лицо игрокам команды SK Gaming. Но не стал воевать. Хотя, в принципе, с Аутиматиком, наверное, стоит поставить. Отличная хаешка. Нанесла дэмэдж почти по каждому игроку команды SK Gaming. Стюит тем временем выходит в короткий, оцелевает колдзира. Ребята из команды SK Gaming откидывают гранаты на плент. Аутиматик заходит в окошко, делает килл. Фаер погибает. Падает также так. Бомба лежит. Фелбс и Фоллин вдвоем против пятерых. Шансов немного. Немного, но можно вытащить хотя бы пару киллов. Не получается. Стюит окей получает в голову. Однако не погибает этот трипл килл от капитана команды Cloud9. Ингейм-лидер почувствовал в себе силы. Уже второй раунд тащит для своего коллектива. Шесть фрагов за два раунда. Этот парниша явно хорош сегодня. Но SK Gaming вынуждено будет играть экономический раунд в этом. И это будет, конечно, очень-очень грустно для них. Ибо тут только пистолеты. Одна флешка от Волана. Ну, надо какой-то быстрый заезд. Возможно, не знаю, раш какой-нибудь рампы или еще что-нибудь в этом роде. Сейчас посмотрим. Cloud9, кстати, усиливает рампу втроем. Тем временем открытие двери. Аутиматик приемка от него с UMP. Зафармил одного Такос и получил 600 баксов. Достал Tech9. Пытается оформить еще и Волана. Получается, с Тью-таки отрубить Волана, чтобы тот не поставил бомбу на Б-Понти. А он уже спускался в вентиляцию. Ну и колд. Колд остался один. С ним все будет прекрасно понятно. 1-4. В спай 250 действует в будке. Слышит своих оппонентов. Ребята из команды Cloud9 не знают, будут ли агрессивничать. Да, Шраут решил пойти просто отдать девайс. Не самое хорошее решение. Он прекрасно понимал, что вверху здесь должен находиться оппонент. Но почему-то пошел кушать. В итоге колдзира воспользовался моментом. Но СТью-Ту-К все это пересекает. 3-0 в пользу команды Cloud9. Хороший бай у нас теперь у одних, у вторых. Должно быть 5 АК 47-ых. Пока что по статистике у нас 1 у Фера, 0 у Фоллана и 0 у Така. Но 3 раунда буквально прошло. И также Nothing пока не догоняет своих тиммейтов. У нас СТью-Ту-К вообще безоговорочный лидер. 8 на 0. Вот такая статистика у нас у СТью. Ну а Шраут тоже пока играет с нулем фрагов. Скадудл занимает девятку. Готов принимать будку. Ребята с командой SK Gaming пока что не торопятся. И делают подсадку на скалу. Ну точнее без подсадки. Тут уже можно давно залазить. По старой памяти. Привычки, привычки. Да, уже старые добрые. Ну и Фоллана компания начинает с того, что раскидывают смока на улицу. Это возможно будет фейк, что они типа пойдут на секрет. А на самом деле они куда-нибудь порвутся в другое место. Но пока что Ферр начинает выяснять. Место расположения противника на улице ожидает какие-то возможные пожимы со стороны Cloud9. Но этого не происходит. Мы видим то, что Nothing супер пассивная позиция. Ожидает своих оппонентов. А SK все-таки вырвутся на секрет. Это уже второй уличный заход от них в атаке. Мы очень часто видим, как пренебрегают именно такой стратегией коллективы. Но опять же, сейчас защита уже научилась хорошо контрить. Вот та же самая позиция Аутематика. Мы давно с тобой заметили, что здесь минимум один фраг делается. Ну а то же самое Веллендер здесь мутил и по двойке, и по тройке. Ну и Аутематик ждет. Тогда же к нему придет Ферр, Фоллан и Колдзера. Делегация бразильская уже готова выходить на Б-плэнт. Аутематик играет пассивно-агрессивно, отстрелил пару патронов. Сразу же ушел. Туда же кидается флешка молотов для выбивания этой точки, на которой уже никого нет. Аутематик ушел на шорт. Ему придут, скорее всего, а затем временем с 2-2-кейт. С ВВП пытаются прикрыть вентиляцию. Аутематик все-таки передвигается. Боже, как же медленно играет. SK 34 секунды остается, нужно двигаться. Мне нравится, как и Аутематик. Сначала в длинном, потом пошел на плен, пошел в короткий, там себя спалил. И команда SK, на самом деле, может и не понимать, что это один и тот же игрок делает. И, в принципе, у них инфа, по сути, по двум может быть, но она будет фейковая. Ферр тем временем оцеливает на Атнега. Ребята с команды SK Gaming перекуприруются, заходят на Аплэнт. И на Аплэнте никого нету. По фелсу случайно попали. Он прикрывает дальше верхний этаж. Скадудл просто залазит. Хотя была инфа в любом случае. Не было инфы по ближайшему. Когда Ферра убивали, его убивали с улицы вообще. Да, но он как бы падает, и там сразу забегает, по-моему, команда SK. Ну, не видно было. В итоге все случилось очень как-то быстро для команды Cloud9. Они просто получили все дозу свинца и погибли. 3-1 в пользу Cloud9. Очень классная комбинированная атака от SK. То есть они дали очень много фокуса на B-плэнт. Втроем заходили. Тем временем двойка игроков прошла по улице. Один из них по стометровке. Захватил девятку. Соответственно, дальше уже заход одновременно на А-точку через вентиляцию. И девятку. И получилось так, что Cloud9 явно были к этому не готовы. Хотя, вроде как, первые три раунда отыграли хорошо. Но сейчас отдали один. И они на грани экономического краха. Если в этом раунде они проигрывают. А мы видим, у них фулл закупа нет. У UMP, Хафамос. Плюс у них полные раскидки. То все шансы на то, что у SK получится разгромить экономическую составляющую Cloud9. Ну, а дальше еще взять пару раундов сверху. Стюйт окей сидит на рампах. Так, а тем временем занимается радио. Но очень и очень пассивно. Опять же, начинает SK гейминг. Все как обычно с того, что начинает раскидывать улицу. Коулт уже готов здесь кидать смок. Ферр тоже самое. Ну да, это вполне возможно снова уличный заход на секрет. И даже не бэплент, а какое-то, опять же, просто присутствие. Захват контроля на территории. И дальнейшее гибкое исследование карты. Фелкс пока что у нас в будке. Стоит, просто ждет аркаду. Аркадничать никто у команды Cloud9 не будет. Они понимают, что денег не очень много. А раунд крайне важен. Поэтому стоят и ждут. Тем временем, Коулдзира зашел над пристройкой и чекает возможный выход от команды Cloud9 с нижнего этажа. Но опять-таки, Cloud9 как копанные сидят на позициях и ждут. Выход на аплент без ничего. Фелкс проверяет верхний этаж. Моментально шраут. Делает килл. Так, делает размен. Натанк подключается из девятки. Утематик тоже делает килл. Ферр погибает. Минус Fallen. И команда Cloud9 все-таки берет четвертый раунд. Ну а в прошлом у СК никто не погибал. Это значит, что СК гейминг все равно, несмотря на проигранный раунд, получает хоть и 1400 долларов, но деньги у них остаются. Это калаши, теки, возможно, Галилы. Не разобрались по углам. Сейчас СК должны были фокусить и девятку, и там, где сидел шраут, соответственно, наверху. И все должно было быть в порядке, но мы видели то, что СК просто перестреляли оппонента. Точнее, Cloud9 перестреляли оппонента. СК не успели забрать на себя все углы. Шраут спускается к будке. СК дуду по временем занимает рампу, пытается СВП отстрелить так, и не получается пока что это сделать. СК гейминг, как обычно, продолжает играть достаточно, ну не то чтобы супер медленные раунды, да, но начинать какие-то движения уже на поздних таймингах. Ферр и Фэлпс законтролили у Мэйна, Фоллан движется сюда же, Наффинг у раздевалки, Наффинг видит Фоллана. Фоллан получает немного дэмэджа, но ничего особенного. И вот оно сражение против Фэра, одно из важнейших здесь, потому что отдавать 100 метровку никакой в случае нельзя. Наффинг, правда, остался с 15 хп после убитого Фэра, и его, конечно же, разменивает капитан Фоллан. Гэбриэл Фэлпс сваливает стивит у КС девятки, и вот теперь начинаются проблемы у Клаудна не только по живой силе, но и по контролю над картой. Три в четыре, Фэлпс 14 хп, бомба при этом лежит на улице, если Аутематику бьет Фоллан, тогда может что-то получится. Фоллан не сумел законтролить свой АИМ, отличный префайр от Аутематика, он знал, что где-то вблизи находится враг, и в итоге сделал свои фатальные выстрелы. Така в будке пытается выйти, Шрауд контролирует как раз и эту точку, но Така очень хорош. Прекрасный хэдшот, Шрауд на планете падает, ну и теперь можно заходить на точку А, однако нужно справиться с Аутематиком, который на улице ловит Фелпса. Непонятно зачем игрок команды СК, будучи красным, все равно пошел на девятку и, естественно, погибает. Но Калдзира с бомбой пытается установить ее снизу, Аутематик спешит уже перекрыть эту позицию, но Калд успевает, это 2 на 2. Аутематик на левой вилке стоит, ждет, когда же его тиммейт подойдет. С Кадудов, соответственно, будет двигаться через вентиляцию с АВП, там либо пан, либо пропал, один выстрел, и либо ты попадаешь, либо погибаешь. Ну а так, лишается своего единственного тиммейта, Калдзира погиб на планете, так, соответственно, будет играть, по нему нет информации, надо играть гибко, интересно. Но он просто открывает дверь и вырубает с Кадудов, Аутематик сразу же на размене сыграл, у него есть единственные пускеты, он успеет, да и кроме этого он и так бы успевал даже без них. Хорошо сыгран от него, квадрокилл, словил людей на, точнее, словил Пепса на стометровке, дальше еще и вышел сюда, уничтожил игрока на планете и расправился с оставшимся таком. Ну что ж, хоть бомба и стояла, но СК получили в районе 1900 долларов, соответственно, денег не очень много, и вынуждены делать экономически. Покупает теки, первые и вторые арморы и минимальное количество гранат. У ФР, кстати, 1200, и если команда СК сейчас раунд проиграет и ФР бьет, у него будет 3700 долларов. Ну а на Нюке просто без раскидки играть, наверное, смысла нет особенного, поэтому, возможно, СК гейминг в следующем раунде тоже будет играть с теками. СТЮИТ ОК готов принимать своих оппонентов, выходящих на рампы, как раз сюда пойдет команда СК, судя по всему. Ребята группируются и выходят, а СТЮИТ ОК в этот момент ошибается, падает вниз, пропускает соперников, никого не убивает. Ну и команда СК гейминг получает огромное пространство, вниз все-таки забрали СТЮИ, ну и теперь можно заходить на план, ставить бомбу. Классная позиция от Фелбса, флешка под него залетает идеальнейше, он оформляет еще и килл по нафингу, это тотальный провал от Клауд Найн сейчас в антиэкономическом раунде, где у СК были только арморы и пистолеты, и один смок. Это просто отвратительно, со стороны Клауд Найн было сыграно на рампах, они потеряли троих шраунд, понимают, что вытащить это будет суперсложно, однако он справляется. И стака, и с Гэбриэлом Фелбс вместе с Холдзером достаточно красный, но проблема лишь в том, что он не знает о месторасположении, как минимум, Колда, он выходит в спину. До свидания от Фелбса, красавец Фелбс оформил трипл-килл с ТЕК Найном в этом раунде. Ну, конечно, шикарная флешка против СТЮИТ и Кея, которая помогла ему забрать там двоих под девяткой, была шедевральна. 5-2, команда Клауд Найн, конечно, зафейлила, дорогие зрители, очень сильно. Причем флешка еще та, которую забрали у трупа, что самое обидное. Ну что ж, все равно, все равно какой-то бай делает команда Клауд Найн. Правда, две ОМП-хи, пистолет 5-7, но всегда мы говорим, что на Нюке шанс подобных раундов есть. Фоллен с АВПМ, тем временем Ферр довольно активно пробегает через улицу, Натлинг все это слышит, информирует своих тиммейтов, скорее всего. Оп, и на пристроечке заметил только что Фелбса, не знаю, пойдет ли с ним стреляться. Фелбс откидывает ребят коктейль Молотова, Фелбс контролирует как раз-таки эту область. Теперь за красным увидел он также Натлинга, но и пытается аккуратно своего соперника убить. Влетает флешка, а под нее Натлинг не активничает, играет все так же за контейнером. Фелбс замечает Натлинга, хороший хедшот, тем временем в окне только что увидели Скадудла, Скадудл решил отойти. Ну а Ферр уже на нижнем этаже тоже развлекается. Каутиматик, наверное, спрашивает, откуда он там вообще, да, и у меня такой же вопрос. Скорее всего, просочился из вентиляции или еще и в каким-то обранном. Зашел туда Скадудл, отрубил колдзера, но против Фелбса ему ничто не поможет. У Фелбса была привилированная позиция, значит, он был сверху. То же самое касается и Шраута, который не перестреливает этого бразильского легкоатлета. И это 5-3, друзья. Скадудл исповедует философию одного и того же захода, одной и той же стратегии. Они очень много сил бросают на стометровку, на улицу, где заходят, постепенно отрубают силу на девятки, пытаются еще и создать какое-то напряжение на секрете и дальше уже выезжают при помощи массовых заходов либо на А, либо на Б-плэн с разных сторон. Ну и Клаудлайн сейчас берут тактическую паузу. Пауз у нас очень и очень много, как вы знаете, у каждого коллектива по 4 штуки, по полминуты. Консоль еще спрашивает тактику. Ну, теперь еще и мы подождем, когда им включат TeamSpeak для тренера. Ну, в общем, вы знаете. Да, самое главное, непонятно, почему сзади нельзя поставить одного судью линейного, как это всегда было на чемпионатах, и не переспрашивать. И, соответственно, этот судья сразу там сам все ставит, отключает, точнее, включает микрофон тренера, но когда нужно, отключает. Поэтому на самом деле 30 секунд, а по факту намного больше. Потому что пока то да сё уже минуты полторы. Слава богу, что это не мейжер у нас, хотя бы не каждую катку. Хоть по 8 пауз. А то мы помним, что и на мейжере такая проблема была, и на пролиге, когда мы тоже сидели, там по миллиард пауз было. Сейчас парни как-то меньше напрягаются. Они больше рассчитывают на себя, нежели на тренера, и на постоянные паузы. Но, наверное, опять же, групповая стадия. Ну, просто когда у тебя в команде еще сильный капитан, да, то, в принципе, тренер, он может какие-то общие слова говорить, когда нужно, то есть ставит действительно одну паузу, две максимумы. Это, в принципе, хватает для того, чтобы команда собралась. А если команда не готова собраться, то и 4 паузы не помогут. Соответственно, тут, ну, а так как все команды сейчас стараются, чтобы у них был внутри коллектива довольно неплохой капитан, то поэтому и пауз у нас не 8 штук. Кстати, что мне очень нравится, то, что с T2K капитанским своим званием просто отобрал у Скадулла АВП. Вот, заметьте, ни одного АВП, который с T2K покупал, ну, точнее, Клауд Найн покупали, оно не было отдано Скадуллу. Вполне возможно, что вы скажете, что это потому, что с T2K работает сейчас по рампам больше, и там нужно АВП, но на самом деле, например, можно было бы и на улицу поставить Скадулла. Так, Фелпс отстреливает на Афинга. Так что будем надеяться, что Скадуллу больше не АВП с Клауд Найн. Да нет, на самом деле, тут ты прав, просто Скадуллу плохо стреляет с АВП, и с T2K сказал, все, ты больше не будешь играть с АВП. Я просто молюсь, что это не на одной карте. Давай ты будешь играть с другим видом оружия. Но, с другой стороны, опять-таки, с T2K очень сильный автоматчик, поэтому не факт, что это правильное решение. Ну, посмотрим. Клауд Найн пока что, в принципе, отдают уже довольно много раундов ребятам из команды SK Gaming, SK за террористов в карте Даню. В принципе, он возьмет 4 раунда как минимум, и, в принципе, не собирается останавливаться на достигнутом, поэтому выйдут на какой-нибудь счет 8-7 за атаку. Насколько вы все знаете, это очень много. 5-4 в пользу Клауд Найн, ну и снова хороший бай у американцев. Не хватает пока что ни скадудла, ни нафинга, ни шрауда. У них по 3, 3 и 4 фрага. То есть, по факту, вместе сложенные это будет фраг стата у тематика. О, нет, все-таки скадудла отдали АВП. Вот только в предыдущем раунде я говорил о том, что 2 АВП уже отправлялась к T2K. Но вот оно, изменение обратно. Деменция, можно так это назвать. Или регресс, как вам больше нравится. Время флешки вылетают на улицу, точнее, на АПЛЕНТ. T2K стоит на рампах, решает сыграть немного более пассивно, отойти поглубже. Фелпс среди своих оппонентов. Ну и SK Gaming решили играть, ну так, просто на халяву, на счастье. Простреливают смока, потом пойдут на рампы. Да, это будет массовый заход именно сюда. И свои стопы направляет кавалерия. Фелпс вместе с компанией из T2K заперся в токсике. SK DUDL тем временем находится на контролруме, его пытаются отрезать смоком. Но смок там некачественный, там есть дырка, и в эту дырку как раз-таки получают так, АПАЩА. Но вот плохой смок, лучше просто не класть смок вообще, да, вместо того, чтобы класть плохой. И второй выстрел от SK DUDL. Все это за счет одного неудачного смока. Всего лишь одного. А такое бывает частенько, и, соответственно, банки нужно уметь класть, во-первых, своевременно, во-вторых, действительно четко, чтобы не было никаких там щелей, в которые может снайпер просто засунуть в свой большой АВП и просто отстрелить абсолютно всех оппонентов. В АДУ есть специальное место для таких людей, которые неправильно смок окладут. Ковалд вместе с ФОАНом. У ФОАНа есть возможность поставить бомбу. Единственная проблема — это же T2K в токсике. Мне кажется, ФОАН что-то подозревает. Он, правда, точности не знает, да, где, но он подозревает. Не, ну тут, как бы, снизу на пленте, когда ты находишься, ты в любом случае должен подозревать, потому что тут и вентиль может пойти и длинный прийти, и короткий прийти, и с рамп и так далее. ФОАН тем временем уже знает, как минимум, где находится один из оппонентов. ФОАН пытается засунуть бомбу, в итоге выходит. У нас АУТЕМАТИКС вместе со T2K и забирает двух игроков команды SK GAMES. Пытались разыграть. Почему он стрелял в токсик? Он не знал, что там кто-то есть. Он не слышал, как кто-то туда заходил, потому что, кто там это был, скадул, нет, стюй, по-моему, да, стюй сразу же ушел, давным-давно еще с рампов, дошел в токсик, но он все равно пытался отаймить именно токсик. Тут сказывается, на самом деле, то, что SK GAMES карты Днюк уделяют меньше всего времени, поэтому пока еще не до конца понимают всех особенностей этих карт. Откуда-то он знал просто, вот вопрос. Откуда он знал, что он там? Ну, догадывался, может быть, топнул кто-то. Это очень странно. Ну, да, может быть, смотрели, знают, что там часто любят сидеть у нас у команды клаудная. Там, в принципе, всегда у всей команды, у всех команд любят сидеть один из игроков защиты, особенно, когда он отдает рампы. Начинается выход через улицу снова от команды SK GAMES, действуют они довольно быстро. Скадудл с АВП, кстати, на улице моментально погибает на ровном месте, непонятно, как промахнулся. Фэр делает свой килл, пускаются дальше ребята с команды SK GAMES, ну и снова контролируют большую часть карты. Кот вместе с Фэром и Фоллоном постепенно заезжает на шифтах. Аутиматик должен их принимать. Но вот если Аутиматик не забирает хотя бы двоих, то это проигранный раунд практически стопроцентно. Выбивать бэплайн будет суперсложно, в меньшинстве особенно Аутиматик. До свидания. Ну все, это Галбелла, друзья. Надо сейвить три девайса сейчас в Cloud9, потому что варианты, при котором они выигрывают, очень и очень малы. Не знаю, процентов 20. С Тьютики вместе с Нарфингом занимаются рампой. Так там очень красно решает уйти на Т-дом. Шрауд с раздевалки, неплохо против Фоллона. Не очень понятно, почему Фелпс и компания так долго ставят бомбу. Можно было бы уже тысячи миллиардов раз это сделать. Шрауд на девятке отрезает Фелпса. Шрауд спускается вниз. Фэр и компания все еще ждут. Есть 27 секунд, чтобы развести оппонента. И Така в конце концов прикончил. Стюит Укея, который залез через лесенку на Т-дом. У Така был вообще 15 хп. Он должен был здесь погибать, но у него было прегрегированное положение. И Шрауд. Шрауд один против троих. Выходит через вентиляцию. Чекает нижний этаж. Замечает Фера. Не сразу убивает его. Пытается найти второго. Но все-таки два оставшихся игрока команды Sky Gaming просто ушли. Но у Шрауда есть понимание, что один из них ушел, скорее всего, в короткий. Пытается через вентиляцию настичь своего соперника. Атака на чек. Шрауд откидывает коктейль Молотова. Откидывает смок длинный. И, в принципе, наверное, смок нужно всегда кидывать на бомбу. Счет становится у нас 6-5, дорогие зрители. Кстати, есть интересный твит от главного редактора сайта Health.org. Клауда, оказывается, играют впервые на карте Денюк. Я тебе об этом говорю. О том, что парни за год не отыграли Денюк. То есть не тренировали его. Может быть, сейчас потренировали немножечко. Но, в общем и целом, у Клауда серьезные проблемы с мопполом. Особенно с отсутствием ДДСТ-2. Это коллектив, который играет на этих врывательских, бестаптичных картах в основе своих. И Денюк — это не их тема. И молодцы, что взяли ножи. Молодцы, что смогли сыграть на сильной стороне. Но мы сейчас видим, что происходит. СК на грани того, чтобы сравнять счет до 6-6, что на атаке очень и очень много. Странное решение от команды Cloud9. С одной стороны, видимо, отталкивались от того, что СК сами Денюк играет не так часто. Но при этом сами, как бы без опыта, на сразу турнире. Я уверен, что они не думали, что СК просто не будут в минусе чего. Ну да, скорее всего, они думали, что СК будут сами его убирать. Тогда была бы более приятная карта. Но СК и гейминг пошли ва-банк. И в итоге были правы. Зачем? Можно сыграть Нюк против Cloud9. Если они совсем никогда его не играли. 6-6. Время на ничья. Три раунда остается до конца первой половины. Пока что доминация команды СК гейминг. Шесть раундов за КТ это очень мало. А шесть раундов за террористов как раз-таки очень много на этой карте. Скадудл опять-таки промахивается на ровном месте на улице. Уже два досадных промаха. И все-таки СТюйт и Кейт заберет АВП у Скадудла. Такти временем погибает. СТюйт как раз-таки делает минус. Фэр пытается через верхний этаж разыграть. Но Скадудл наконец-таки не промахнулся. Сделал свой минус. Это 3 в 5. И хороший шанс у команды Cloud9 взять раунд. Очень странно то, что ничего не кидается на раздевалку. При том, что Cloud9 в 99% случаев стоит на раздевалке и отстреливает стометровку. Фэлпс против Скадудла. 29 хп этого парня. В полное время им занимается на нуле. Coldzera отстреливает СТюйт и Кейт. Но у Фэлпса не получилось выйти на девятку. Он погиб и Coldzera остался в солюной. 46 хп у него есть. Контроль над бомбой нету пока что. Можно тут рядом, по-моему, она лежит. Надо забрать. 53 секунды у него есть, чтобы разыграть. Но мы все прекрасно знаем, что Coldzera топ-1 по рамкам HLTV1. HLTV1 за 2006 год. И Coldz сносит одного. Надо вместе играть. Надо застакаться. Потому что мы все прекрасно знаем, что Скадулл может ошибиться. А у Тимотик может с ним не сыграть. Нужно просто подождать и взять его в кольцо. И все будет в порядке. Потому что играть против Coldzera один за одним нельзя. Мы вчера видели те же самые моменты с ZipX. Те же самые моменты с Девайсом против Fnatic. Когда они вчетвером не могли убить одного. Просто потому, что заходили one by one. Ну что, Coldzera лучший игрок прошлого года. Пытается отыграть наверняка ситуацию 1-2. Падает вентиляцию. Но вентиляция Automatic, которая делает пилл. Coldzera погибает. И счет цена C7-6. Выходит вперед у нас все-таки американцы. Но потеряли довольно много девайсов. И команда SK Gaming, взяв этот раунд, может обеспечить себе победу. В первой половине счетом 8-7. Потому что в следующем у Cloud9 будут всего лишь пистолеты. P250, 5-7 максимум. Ну или CZ какие-нибудь. Скаду дала АВИК. Стю играет с FAMAS, калаши, эмки. У остальных игроков на Cloud9. Откидывает шрау. Стандартный коктейль Молотова антирашивая. SK Gaming, в принципе, уже, по-моему, пистолетного раунда ни разу не выходили быстро на аплайн. Поэтому гранаты, ну, с одной стороны, нужно кидать. С другой стороны... Можно было похоронить куда-нибудь еще. Да, потом можно было их откинуть. Потому что, в принципе, отталкиваясь от того, что их ка не выходит. Молотов прекрасный. Но по большому счету он особо ничего не решает. Сейчас смог начнет развиваться. Может быть, последнего, например, способны будут цепить. А Утематик получает ХЕ-шку, 86 хп. Откидывает по себе смог. Стоит, ждет. Ну, это грамотное решение, потому что сейчас у игроков на улице есть возможность подойти сюда и помочь Утематику. Возможно, попробовать здесь сделать пару-тройку минусов даже. И... Коу-то компании вынуждены просто стоять. Ну, вот интересно, что будет делать Утематик, когда смог развеется. Ничего, он убьет. Уходи. Нет, он просто берет и хоронит троих СК-шников. Минус в Fire Phelps. Итак, отличный спрей. Утематик грамотно использовал в итоге свой смог игрок команды Cloud9 и отстрелил почти всех соперников. Nothing наказывает Fallen'а. Cold Deer остается один против четверых. Cold CK 47-м. Выходит на шефе, чекает грудку, пытается предпочтать CT2K, но не судьба. 8-6. Команда Cloud9 берет все-таки очень важный для себя раунд. Оставляет команду СК-гейминг с плохой экономикой и при этом уж точно выигрывает первую сторону, взяв 8 очков. Но 8-6 это все равно не победа. Это просто отвратительный счет. А что касается Аутематика, мне очень нравится то, что... Мало того, что Аим у чувака очень классный. Посмотрите, 17 фрагов. Его тиммейты 4 у Nuffin'а, 6 у Скадул'а. Они вдвоем играют со CT2K. Вдвоем буквально все остальное. Это просто люди на то, чтобы отвлечь внимание какое-то или занять позиции и дать инфу. Потому что у Cloud9, к сожалению, сейчас в американском дивизионе, видимо, не на что заменять. Да, остальные люди либо не продаются, либо если продаются, то они не настолько хороши. Скадуду отстреливает в ногу Фелпса. Приходит CTK, подключается, убивает Така и Фелпса. Но опять же, вот если бы не CTK, что бы случилось с Скадул'ом? Либо его запушили, либо он бы убежал бы и потерял свое месторасположение. По факту и унисный шот он не попал. По цели Фоллан вместе с Фарером все-таки погибает Скадуду. Справляется с двумя оставшимися игроками SK Gaming Coldzera. Тоже погибнет. Так вот, что... О, нет, подождите. Coldz, может быть, еще поборется. 1-4. Ну, не знаю. Прилетает хорошая ХВшка. У меня бомба под контролем. У Coldzera. Бомба под контролем. Все игроки стянулись. Да, даже если бомбы не было, они все равно его бы зажали с двух сторон. Поэтому тут вопрос времени, когда же Coldzera погибнет. 9-6. Команда Cloud9 выигрывает на карте Denuke. Ну, с одной стороны, счет не очень хороший. С другой стороны, мы понимаем, что в принципе можно как-то сражаться, взяв пистолетный раунд. Если возьмут первый, второй, третий, тогда 9-9 временная ничья. Но пока что SK Gaming смотрится получше. Несмотря на то, что они проиграли, они взяли целых шесть раундов за атаку на карте диффенса. Так вот, помимо АИМу, а тематика, ужасная интеллектуальная игра. Гибкая, классная. Вспомни раунд, где он носился из подшарта, из контролрумы, точнее, из подлонга до шарта, открывал разные двери, пытался дать файковую инфу. Сейчас он вышел в совершенно другую позицию. 99% случаев Cloud9 принимали в пассивной. Ждали оппонента уже на B-планете. Они давали ему зайти на секрет. В этот раз он откинул смок, под него сыграл. То есть совершенно разные от него отогроши. Гибкие. И это очень-очень классно. У нас геймкраш у кого-то. Что-то с ПК. Что-то с ПК на этом Extreme Masters. Постоянно крашится как минимум одного игрока. Вчера, сегодня почему-то Кейсик. Техническая пауза просят. Ну, тут на самом деле не надо паузы. В любой момент могут прогрузить эту ситуацию. И матч продолжится просто с пистолетных раундов. Но будем надеяться, что быстро пофиксят свои проблемы ребята из команды Cloud9. И уже пишут все такие, it's ok. А, нет, it's ok это не к этому. Это все не к этому. Мне нравится, что когда пишут, что типа игра началась, пишут live. Но live это типа процесс жизненный, да. Это все в компьютерной игре, друзья. Очень своеобразное название Така. Пришел. Не, ну как в новостях. Прямой эфир live live live. Ну да, да, да. В этом вся идея. Все звучит своеобразно. Ждем. Ждем, пока придет техник с гаечным ключом. Залезет под компьютер. Там что-то подключат. И в итоге матч продолжится. Пока что четыре человека у нас в команде Cloud9. Пять ОСК. Тут все под контролем. Ну, в любом случае. Под контролем кого. Сейчас пообщаются у нас и те, и другие, поэтому. А в техническую паузу нельзя. Никто не общается, все молчат. Если нельзя. Так вот. Но это правило, конечно, очень такое строгое. Я, кстати, уже писал, видел твит вчера одного из игроков. Не помню, кто писал. По-моему, не пыль или что, что. Ну, как-то вот не нравится, что ты им не можешь говорить, ничего делать, и у тебя постоянно из призового фонда деньги забирают. Типа штрафы такие вот очень жесткие у экстремайстерса. Ну, историю про Na'Vi, туалет, наверняка все слышали. Это еще давным-давно, скажем так, ESL стали практиковать такую политику штрафную. То есть ты нарушаешь правила, тебя штрафуют. Но я вот всегда задавался вопросом, а если… Ты ничего не выиграл, да? Нет, а если ESL нарушает какие-то правила свои же, или компы предоставляют плохие, или столы плохие, почему их за это никак не штрафуют? Ну, это же как раз на вопрос веса, да, или там других компаний, которые должны защищать права игроков. То есть у нас же есть так называемые трудовые сообщества, объединения. Ну, и вот сейчас постепенно в киберспорт это тоже должно войти, и кто-то должен защищать интересы игроков. Хотя, конечно, звучит это очень своеобразно, потому что мы знаем, какие у нас игроки, и что их там защищать. Но по факту в будущем, конечно же, так же, как и у спортсменов, мы будем наблюдать организация, которая будет стоять над всем, типа FIFA, например, которая будет просто регулировать все окружающее пространство, а не разрозненные компании, которые там слушают Valve, кто-то там не слушает Valve, кто-то занимается своими вещами, кто-то, например, сотрудничает с весом, кто-то забивает на это дело. Ну, вес — это, наверное, первый вариант, и плюс американская… Да, но тут есть все-таки один нюанс в киберспорте, потому что правообладателем игры, я так понимаю, является фирма-разработчик. Это есть отличие. И как она вот будет, то есть даже любая надорганизация, она все равно должна будет как-то косвенно подчиняться Valve, потому что все-таки игру выпускает именно эта компания. Поэтому, ну, прямо… Как в Riot, например, сделали, да, по факту там всем занимаются, и защита игроков, и контролем над турнирами, и наоборот… Но там тоже перегибы в сторону, я знаю, как раз таки Riot, то есть они вообще настолько монополисты, что… Ну, так они вообще все взяли под контроль. Никто ничего больше не может. Ну, Лойтеры вроде довольны большинству абсолютно, хотя, возможно, что если бы они были чем-то недовольны, то их бы не существовало просто, и мы бы не узнали об их мнении, потому что, ну, их бы сразу просто кикнули. Что, Cloud9 у нас играет с достаточно большим объемом раскидок, только три армора было куплено, а у Тиматика вместе с Кадудом пожертвовали своими ради того, чтобы купить себе смок-флешку Моутов и еще один смок. И у меня есть подозрение, что, может быть, это будет какой-то быстрый выход через дверь, смок на вентиляцию и заход на Плент. Это один из классических вариантов по пистолетным раундам на Денюке, а для того, чтобы как минимум поставить бомбу, это уже точно будет эффективный раунд. Ну, а дальше еще попробовать ее защитить. Фэлл пока что за вентиляцией, Фэр на стопроцентной позиции, на будке чекает выход, отсюда можно убивать одновременно и двери, и главный выход из будки, и, соответственно, по позициям у команды СК все под контролем. Но вот что сделают Cloud9? Куда полетят гиганты, которые они купили? Пока что стоят перед дверью и ждут, видимо, пока развеется где-то какой-то смок. Нет никаких смоков. Летит флешка, летит коктейль Молотова на будку, сгоняет в итоге Фэра, Фэр делает килл, Шрауд погибает, Фэлл начинает нашивать двери, вся команда Cloud9 практически спустилась в вентиляцию, Фэлл начинает преследовать своих соперников, играет очень активно, пропускает его оппонент, Фэлл врывается через вентиль, Нафтинг сейчас может погибнуть, принимает этот аутиматик, в итоге наказывает все-таки Фэлл, атака, перестрелка, 1-2, вся команда СК гейминг через вилку постарается сделать выбивание. Фэр тем временем все-таки смог справиться с Кадудом, Колпцера на дальней дистанции перестреливает Нафтинг, а тот все еще находился на фланте, Сюит окей, как же так, мог бы намного посильнее сыграть, похитрее, но нет, решил перестрелку выйти, в конце концов, Cloud9 потеряет этот раунд, но я был полностью прав по поводу идеи, на этот раунд по вопросу смоков и захода на вентиляцию и постановки бомбы, это просто классика жанра. СК гейминг справились с этим более чем хорошо, несмотря на раннюю потерю Фэллпса, который как-то не очень уверенно сыграл, хоть и быстро. Фэллпс, кстати, ворвался, 14 фрагов у этого парня, мы помним то, что на Дримхаке в Лас-Вегате у него были определенные проблемы, и с фрагстатами, и в принципе, с тем, что не сразу нашли ему роль в команде. Здесь пока не очень понятно, что там с ролями, с ролями, потому что у СК это не лучшая карта, и они просто отыгрывают как могут. Три UMP-шки появляются в руках у бразильцев, плюс сверху Узи от Фэра, вот он выходит, темпо на не помог ему, все-таки практически в упор вырубает игрока бразильского коллектива, и теперь с тэк-найнами в большинстве у клаудов очень и очень хорошие шансы. Поторопился у нас игрок команды защиты, упал просто на соперника, и моментально погибает. 4 в 5, действительно, шансы хорошие. Клаудар стоят, ждут снова, пытаются вычислить, возможно, какую-то аркаду, но вряд ли, естественно, у команды СК. Кто-то пойдет в пуш, потому что их и так меньше. Ну а тем временем, кстати, в матче Na'Vi против СК Na'Vi ведут 9-8 на трейне, играют за защиту, поэтому у рожденных побеждают сейчас все шансы на то, чтобы одолеть своих оппонентов в первом матче. Ну а тут 4 в 5. Шраут довольно серьезно просел, коктейль Молотова в двери. Така уходит, наверное, на нижний этаж. Ну и команда Клауд-Найн начинает все-таки раскрывать аплент, и выходить парни, видимо, будут именно сюда. Пелпс отливает СМОК в дверь. Ну и будет просто ожидать оппонентов. Клауд-Найн, ясно и дело, СМОК пока что не полезут. Выходят они через будку. И нет, нет, полезли в этот СМОК. О, как же было сейчас неприятно трём игрокам бразильского коллектива. Так остался один. Практически мгновенные хэдшоты, залетая тут облачков 9. Така. Така. На шерте. Ну, у него шерты практически нет. Така 1-4. Будку перекрыли. Даже если сделать один килл, у нас в любом случае автоматик на девятке выйдет отстреливать его, и у Така ничего здесь не получится. Поэтому, наверное, хорошим вариантом для Така был бы сейв своего второго армора и реализация его МП-шки в следующем раунде. Но он пошёл до конца и в итоге погибает от Скайдудла. 10-7. Команда Клауд Найн берёт неожиданно Форс. Бай, дорогие зрители. И теперь у американцев, в принципе, хорошие шансы выйти на счёт 12-7. Ну, а там и до 16-4. Куда за атаку? Куда подевался Найфинг вообще, имею в виду? Самый старый игрок, наверное, у Клауд Найн. Ну, в этой игре пока что мы его не видим. Четыре фрага за 18 раундов. Но Найфинг силён опять-таки. В других качествах он в этом плане очень похож на Хико. То есть он очень общительный, добрый чувак. Он, опять-таки, парень такой, который склеивает любую команду. Поэтому, в принципе, да, в этой игре мы его не видим. Есть другие ребята. Но самое главное, Клауд Найн ведут. Ведут 10-7. Поэтому, в принципе, Найфинг может оставаться с четырёх фрагами, если команда Клауд Найн всё равно победит. Это не так страшно. Это факт. Это факт. Не всё решает фраг статы. Просто жалко, что мы его не видим. Обычно парниша, особенно раньше ещё. В 2015-м показывал очень классный уровень. Фелпс. Фелпс. Оп. Вышел. Красиво всё сделал. Шау, до свидания. И уравнял он количество живой силы. Так, а приёмка неплохая от него. Я уже думал, что он просто будет мгновенно уничтожен. Но нет. Он успел сделать один килл. Всё равно пропустил своих оппонентов по рампе. Фелпс. И Клауд Найн. Клауд Найн решили забить на Беп Лэнд. Они выходят на А точку. Пытаются обмануть противника. СК Гейминг не присутствует на А планете. Отдают его совершенно спокойно. Ферр находится на вентиляции. Ему будет суперсложно. Однако с Мак Севеном особенно против лоу ХП. Что как же так? Как он пробахнулся дробью-то в упор? Поставили бомбу Клауду. Калтира в тупиках. Знает, что на планете должен быть как минимум один оппонент. Готов выходить через дверь. Однако здесь лежит смок в пристройке. Но и он ждёт. Не рискует. Тем временем Фелпс будет выходить через вентиляцию. Бомба хорошая. Три в один. Даже не знаю. Один на планете, один за вентилем. Позиции шикарны. Ещё один смок в пристройке. Ну всё. Нужно точно уходить на сейв. И в следующем раунде просто играть опять-таки с вами пэхами и вторыми арморами. Шансов у команды СК в этом раунде уже никаких нет. Фелпс, правда, пытается ещё рискнуть. Выходит. Может девайс поменять хочет. Я не знаю даже чего добивается. Скорее всего зафармить 600 долларов и засейвить. Это главное решение от Фелпса. Но от Клодзира удалось подобрать и калаш, и нафтинг. Ещё отстрелить. Но от Фелпс никого не нашёл. 11-7. В пользу команды Клаудная. Да, экономики его ска не будет. Да, засейвленные два девайса имеются. Можно, в принципе, попробовать зафорсить какие-то пистолеты. Они дадут хорошие шансы на то, чтобы взять раунд в этом. Потому что на защите можно делать всё, что угодно, даже с пистолетами. По 250-е появляются в руках у Пона Итаков. Решил играть с Юспиком. Но это вполне возможно уже 12-7. И начинает постепенно подгорать. Первая официалка Клаудная на Данюке выглядит очень-очень, ну, как минимум, интригующе. Потому что они способны победить SK Gaming. Да, мы все прекрасно понимаем, что SK является фаворитом чемпионата. И все шансы на то, что они там выйдут из группы, имеются. Но начало может быть очень-очень слабым. Первый матч вообще турнира это такая штука. Мало того, Best of 1 это ещё и рулетка. Но Полан и компания так просто не зададутся. Ясное дело. Шрауд врубает Фелпса. Один из двух девайсов, который SK Gaming в этом раунде имелся, уже был потерян. Аутематик выходит в девятку. Полана видит. Ну и Така погибает от Шрауда. Время на дальней дистанции. Аутематика могут перестрелять. У него остается 5 КП. Все-таки Фолан приходит к нему и забирает его калаш. Нет, Молотом сразу же на эту же позицию калаш забрать сразу же не получится. Скадудл начинает с МПшки пушить низ. Проверяет все возможные точки. Скадудл идет дальше. Шрауд тем временем у нас с СК 47-м. Полан откидывает под себя смок и постарается в этот смок сыграть. Однако Калдира погибает у нас в тупиках. Падает в вентиле. И в итоге Полана тоже Шрауд подождал. Ну а у нас это последний ФР. 12-7. Вышли все-таки на те самые 12 раундов, о которых я говорил. Ребята с команды Cloud9. Ну и начинается самое интересное. Потому что экономика команды SK Gaming трещит по швам. И если 13-й берут Клауда, то 14-й тоже достается им. А там и SK Gaming могут как-то возгореться, разгореться и в итоге проиграть карту Данюк. В принципе, сейчас вполне реально. Так оно и есть. И будет очень опасно. Один из решающих раундов. Опять же, АВП у SK Gaming отсутствует. И это большая боль на Данюке. Данный девайс, в принципе, может решить много вопросов. Особенно по теме улицы или рампов. Phelps остался на пристройке. Пол на улице. Так, а на рампах. Ну, пока что совершенно дефолтный дефенс от SK Gaming. Никаких аркад, никакого пуша, ничего нового. Ну, а Cloud9 решает то, что стоит тоже постоять, подумать о своем. Захватили секрет. Тут Cold Zero на коротком. Будет пытаться перестреливать Наффинга. Наффинга уже имеет информацию по Колду. То же самое касается по... О, Колд попадает по голове Хаешка. Не убьет Наффинга, однако заставит его двигаться вперед прямо на штуки Cold Zero и Cloud9. Мечность 2 попробует с калашами. В конце концов, выйти то ли на Аплэн, то ли на Б, возможно, через дверь. Phelps стоит на пристройке на него основной вообще. Rearguard Cloud9 пойдет. Fire тем временем посмотрит за синим. И аутематика компании начнет заход. Ну, что ж. 5-4. ОСК Gaming хорошее преимущество для карты Denuke в большинстве за КТ. Прекрасно можно затащить раунд и усилить в первую очередь свои финансы. Именно это самый главный для команды СК Gaming сейчас критерий, потому что сильная экономика за КТ на Нюке это равно много раундов за КТ. Cold Zero играет с Фамасом все там же. Фертим временем готов принимать точку А. Cloud9 думают. 20 секунд до конца этого раунда. Нужно ускоряться ребятам из клаудов. Они выходят через дверь, один падает в вентиляцию, Шрауд проверяет будку. Автематику удалось забрать Cold Zero. Пока что не знает, куда пойдут Cloud9. Они падают все на нижний этаж. 10 секунд а Стюй ловит Така. 8 секунд до конца этого раунда, но бомбу устанавливает по-моему игрок атаки. Да, Скадудл находит Фоллина и команда Cloud9. Подожди, подожди, Ферр. Ферр справляется с Скадудлом выходит на один против двух. Может быть справится и со Шраудом, и со Стюй таки. Будет очень сложно. Не получается в новой нычке. Кстати, когда Ферр выходил из вентиляции, он видел голову только что за ящиком и не обратил внимания на своего соперника, потому что он мог еще убить заранее оппонента и остаться один на один. Ну и снова у нас какая-то пауза у команды Cloud9. Правда, Атематик сразу же пишет, что не обращайте внимания, все хорошо. В общем, никаких проблем нет. Продолжаем. 13.7 в пользу команды Cloud9. Друзья, СК отдают еще один раунд и сейчас Cloud9 остается взять три раунда за атаку на карте Дениук, чтобы одолеть в первом матче бразильский суперсостав СК Гейминг. Да, несмотря на то, что Холдзера получил опенфраг, дал преимущество своему коллективу, 4 в 5 играли, при этом всем у Cloud9 оставалось реально очень мало времени и достаточно мало объема раскидок, чтобы заходить на один из пунктов. СК Гейминг провалили мейн, где находился Фелпс, дали оппоненту выйти через вентиляцию, где Фелпс уже открылся и практически мгновенно погиб. То же самое касается оборной позиции на Бэпленте, которые продали за одну секунду. Ну и мы видим то, что Cloud9 тут готовы сражаться, мало того, показывают очень достойный АИМ на пинг. Стреливает Фууна в этом антиэкономическом раунде Коулзера, тем временем выходит на секрет, здесь находится Молотов. Для него прямиком отлетает от Шрауда этот парниша и Тако с Фелпсом и Фером втроем будут пытаться остановить Cloud9, который уже вовсю наступает по всем фронтам. Фер тем временем дропается с Макс 7, пытается отстрелить тюй-таки у него это получается. Но вопрос только в том, останется ли это всего лишь одним киллом для СХ-гейминг в этом раунде или все-таки Фер сможет учить еще парочку, может быть, даже и вытащить этот раунд, но это все мечты и мечты бразильского коллектива. У нас, кстати, все шансы на то, чтобы первый матч открытия взять у команды Virtus.pro. Если здесь победят Cloud9, то у нас такие первые неожиданные результаты. Но в случае с Na'Vi наверное, это менее неожиданный результат, потому что там, конечно, все понимали, что Na'Vi состав неплохой и в принципе может обыграть кого угодно. А вот если Cloud9 обыграет команду SK-гейминг, тогда это действительно очень серьезная сенсация. Ну и Na'Vi берут, кстати, 15-й раунд в одном шаге от победы. Ну а тут Cloud9 берут 14-й раунд и в двух шагах от победы. На самом деле звучит красиво, но при этом шаги такие огромные, потому что брать их все равно будет очень тяжело. SK-гейминг даже в следующем раунде может просто встать такой железобетонной стеной и показать великолепный диффенс. Тактическая пауза от его тематика пообщается сейчас. Он несмотря на то, что они выигрывают, он прекрасно понимает, что стоит что-то сказать своему коллективу. Возможно, какие-то есть планы, какие-то новые задумки и так далее по атаке. Но пока можно сделать один большой, огромный, я бы сказал, вывод. У Cloud9 был pocket map в руке, в кармане, на этот чемпионат. Они взяли и подготовили что-то новое, к чему SK были не готовы, да и другие коллективы. Я не скажу, что у команды Cloud9 на самом деле хороший нюк. Тут SK фейлит очень сильно. SK фейлит, но Cloud9, они понимают, что надо делать. Они понимают, как надо раскидывать хотя бы минимально, они понимают, как надо двигаться и они перестреливают оппонента. И они готовы. Ну не то, что прям, это не VP, конечно. Это не NIP, например. Это не Dignitas. Я могу сказать, что на самом деле вот против SK гейминга они просто понимали, на что они идут. И все. И соответственно, как раз таки против SK гейминга это правильный пик с их стороны, скорее всего. Я не говорю, что надо против VP пикать. Это без вариантов. Они сейчас будут еще играть. Или NORTH, это все без шансов. А NORTH, кстати, у нас есть группа и мы знаем, насколько классно играет эта команда карта Denuk. Ну что, 14.7, дорогие зрители. Польза командой Cloud9. Матч продолжается. Только что была тактическая, кстати, от Cloud9, которые берут раунды. Видимо, напоследок они решили постоять, подумать и решить, как же они возьмут 15-й раунд, но за ним, естественно, уже и 16-й. Стоят, ждут. Халдят. Никто у команды SK гейминг никуда не пушит. Они понимают, что находятся в двух шагах от поражения, поэтому просто как копанные на своих точках. Ждут, когда на них будут выходить ребята с команды Cloud9. Комментарии тут всегда нравились Cloud9, есть у них характер, а вот бразильцы скучные. Кто-то, мне кажется, не смотрел DreamHack в Лосвегасе. Да нет, бразильцы всегда тоже с характером. Бразильцы — это суперинтересная команда с огнем в глазах, которая вообще невероятничным образом выступает, а Cloud9 с характером, но это сомнительное выражение, потому что посмотрите большинство их ланов и узнаете. Стюйт Окей находится на рампах, уже захватил часть этой точки, так, против него стоит, пока что не выдает свое место расположения, но прекрасно понятно, что кто-то из опорников дефенса должен там стоять, Фелпс нашел свой фраг на Аутематика, который пытался выйти из двери. Стюйт Окей простреливает Така, вроде как голова была на 90 хп осталось этого парня, там, видимо, совсем жирный прострел был Стюй, проходит дальше, получает от Колзера, который сыграл в двойке с Така, и Шрауд понимает, что раунд, скорее всего, уже продан, так оно и произойдет, но попытается сразиться против Така, пока что удачно, Молотов хороший на вентиляцию, против Фелпса, ему не выйти в ближайшее время. Смотри, смотри, видно, видно же, Шрауд не обратил внимания, что стоял в аквариуме на Сколзера, и как раз-таки половину корпуса было прекрасно видно, Шрауд мог только что сделать киллы, тогда ситуация была бы, возможно, подняла раунд на Клауд Найн. Но это 14-8, Искать гейминг все-таки берут раунд, укрепляет немножко свою экономику, правда, все равно у Клодзера 450, пока 450, уфолли на 900, поэтому если возьмут Клауд Найн сейчас свой 15-й раунд, тогда оставят полкоманды СК гейминг, они без экономики. Но тут нужно будет очень жестко запотеть, потому что СК есть наконец-таки АВП, и есть фулл раскидки, и все остальное, соответственно, с этим Клауд Найн должны предпринять какие-то невероятные действия. Не хватает раскидок через крышу, кстати. Замечу, что СК, что Клауд Найн крышу вообще не раскидывают. Хотя это один из главных элементов по зонированию девятки на Апленте, и не очень понятно, почему, возможно, опять же, не готовы к именно такому типу раскидок, хотя они не самые сложные, я бы сказал, там всего три угла, в которые можно закидывать, и ничего такого, геометрия там, и не пахнет. Так, он ждает своих оппонентов на рамбе, все как обычно, пока что СК гейминг начинает пассивно, сами они рисковать не хотят, хотя, опять же, да, если проигрываешь, что вроде как рисковать не хочется, но с другой стороны, если дефолт не получается, не считая предыдущего раунда, то, может быть, и стоило где-то поджать, бразицы это умеют, это один из самых гибких коллективов вообще по своим решениям, ну и СТУИТ ИК. СТУИТ ИК с АК 47-м смотрит пока что будку, готов делать раскидочку, готов выходить с тиммейтами, судя по всему, на Аплент, Шрал тоже вычисляет нужный для себя пиксель, для того, чтобы пустить флешку, а вот Таутиматик заметил Фоллена, но капитан команды СК Гейминг тоже видел своего соперника, начинается раскидка Аплента, выход сюда, Фер забирает Натанга, наконец-таки Клауда сделали размен, однако Фелп здесь еще на будке стоит, его абсолютно никто не ждет, бомба ставится, и Фелп может сделать сейчас огромное количество фрагов, Клодзира готов находитесь через вентиляцию, смог развеялся, Фелп с будки делает килл, Скадудл должен делать размену, чего-то не выходит, Фелп жмет, и делает еще один минус, Шрауд остается последним, это Клауд Найн, и СК Гейминг берут девятый раунд. Да, но такое случается, когда вы пропускаете игрока на будке в смоках, ну я имею в виду вообще, в принципе, игрока в смоках, он получает очень серьезное преимущество, проблема лишь в том, что почему-то против него хотя бы с разменом не сыграли, хотя бы на реакции, и, ну не получилось, среди Фелпса, он слишком много себе пространства получил, сделал три килла, 20 фрагов у него всего, лучший фраг стат в своей команде, на сервере лучший фраг стат у Аутематика 23, и все еще шестерка у Натфинга, за 24 раунда очень грустно и печально, именно сейчас, именно сейчас, когда начинают уже продавать два раунда подряд, когда постепенно моральные какие-то, и, возможно, просто физически подустали немножко Клауд Найн, когда они не способны взять еще один раунд, всего лишь два, которые им нужны для победы, Натфингу нужно включаться именно сейчас, именно здесь, и Аутематик вырубает Ферроти, времени Фоллан пытается врубиться там на улице, Фелпс, неплохо, против шрауда сыграл с девяткой, убьет он Фоллана, улица убивает Скотт Дудла, снайперы команды Клауд Найн, Аутематика компания заходит на Аплайн, поставит здесь бомбу, однако они должны будут защититься от четырех игроков, пройдет по коллективу. Позиции неплохие сейчас у террористов, и нет, естественно, Фелпса на будке, как в прошлом раунде, поэтому сейчас такой раунд, в принципе, можно затащить. Смотрим, Фелпс играет на улице, рядом с ним еще один игрок команды Скайгейминг, Фоллана делает размен, Фоллана откидывает коктейль Млотова, при этом получает коктейль сам пристройку и выйти не может, а, кстати, рядом с Фолланом еще один игрок защиты, и если забирать Така, то можно брать раунд, да, Натлинг, забирает Така, забирает Фоллана, есть инфа по колд-зиро, колд-зиро, начинает разыгрываться, но при этом Аутематик, невероятная позиция, выходит на колд-зиро 2 кила, это то, что он еще не демонстрировал на протяжении 24 раундов, у него было 6 по фрагстату, и именно сейчас он смог включиться очень-очень качественно, очень-очень классно, защитился в меньшинстве 3 на 4. Я также помню, что ты говорил, что команде Клаудна ничего не светит. Это да, есть такое дело, я ничего не говорю, но нюк это реальный шанс, и мы видим то, что, и кроме этого, я просто не ожидал, что Клаудна вообще способна нюк что-то сделать. Колд-зиро, смотри, как агрессивно играет на улице, играет под вражеские смоки, правда не рискнул заходить за красный, почему-то играет дальше возле красного, начинает стреляться с аутематиком, тот отличный хедшот, Скадудл ловит Полина, Фэлп получает много дамеджа, играет возле пристройки, Фэлп забирает Скадудла, уходит пристройку, 40 хп остается, и все-таки поменял свое место расположения, однако Стюйтуки находит Така, и все равно команда Клауднайн вчетвером против двоих, Фэлп 40 хп, Фэр 100 хп, Фэр при этом с Фэлпсом играет на Апленте, и если выйдет Клауда на нижний, тогда можно ставить бомбу, можно брать такой раунд, Фэлпс вышел из пристройки, начинает заходить в гараж, тут Наттинг, и сейчас Наттинг может забрать своего соперника, да, Наттинг ловит Фэлпса, и по Фэру инфа есть, он только что делал килл, Наттинг наказывает Фэра и берет этот раунд, 16-9, поздравляем команду Клауднайн, они феерически, неожиданно обыгрывают команду СК Гейминг. Мне понравилось, на самом деле первые два матча, которые уже заставляют задуматься о том, что вообще что-то происходит, потому что Нави обыграли Virtus.pro только что сенсационно, ну, относительно сенсационно. Клауднайн, молодцы, сейчас справились 16-9, ровно с таким же счетом, кстати, в ИП отлетели.